Ark Survival Ascended наконец-то вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, и студия Wildcard сообщила о планах на будущий контент. Разработчики подтвердили, что дебют Survival of the Fittest состоится 20 декабря для всех платформ. Однако сроки выхода остального контента были сдвинуты. Scorched Earth должна была выйти в этом месяце, но теперь она выйдет в марте 2024 года. В мае выйдет The Center, в июле – Aberration, в сентябре – Ragnarok, в октябре – Extinction, а на ноябрь запланирован некий сюрприз. Год завершится выходом Valgoer в декабре. В 2025 году в феврале дебютирует Genesis Part 1, за ней последуют The Crystal Isles в апреле, Genesis Part 2 в мае, Lost Island в августе и Fjordur в октябре. Ждать придётся долго, и это без учёта Ark 2, выход которой запланирован на конец 2024 года. Всем привет, это GSTV. Сегодня четверг, 7 декабря 2023 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. В преддверии выхода ремастера The Last of Us Part 2 студия Naughty Dog раскрывает новые подробности о главной достопримечательности игры – новом roguelike-режиме No Return. Недавно был выпущен новый трейлер, а теперь разработчик раскрыл несколько новых деталей в свежем блоге. Итак, каждый забег в No Return поставит игроков в центр различных боевых столкновений в локациях из компании The Last of Us Part 2, включая Jackson, новостную станцию Тринадцатого канала и другие. А между каждым боевым столкновением вы будете возвращаться в своё убежище. Каждый тип боевых столкновений будет выбираться игроками самостоятельно. Их четыре. Штурм, в котором вам предстоит сражаться с последовательными волнами врагов. Охота, где вам придётся выживать против врагов и постоянного подкрепления, пока таймер отсчитывает время до нуля. Захват, где вам придётся пробраться к хорошо охраняемому сейфу и разграбить все ценные запасы. И укрытие, где вам и напарнику придётся выживать против полчищ заражённых. Различные типы встреч могут происходить в разных локациях, и в зависимости от того, какую из них вы выберете, будут зависеть и другие вещи — награды, которые вы откроете, модификаторы, которые будут применены и многое другое. Кстати говоря, игроки также могут выбрать случайные модифицированные испытания, которые будут применяться к каждому столкновению, что повлияет на награды, получаемые в конце. По словам Naughty Dog, модификаторы проверят ваши навыки некоторыми забавными и удивительными способами, начиная с тумана, окутывающего всю карту, и заканчивая врагами, которые после смерти бросают трубчатые бомбы. Кроме того, в No Return появятся дополнительные динамические испытания в виде гамбитов — например, нужно будет увернуться от определённого количества атак ближнего боя или убить определённое количество врагов выстрелами в голову. Кстати, о врагах. В конце каждого задания игроки столкнутся с одним из шести доступных боссов, которые, по словам Naughty Dog, станут самыми запоминающимися врагами от Last of Us Part 2, но не обязательно в том виде, в котором вы сражались с ними в первый раз. В недавнем трейлере No Return мы увидели, как Элли сражается с печально известным крысиным королём. В конце каждого прохождения вы также будете получать суммарный балл и рейтинг эффективности. Naughty Dog также подтвердила, что во время каждого забега игроки смогут улучшать оружие и продвигаться по деревьям навыков, хотя, конечно, ваши улучшения будут обнуляться в конце каждого забега. Всего в режиме будет десять играбельных персонажей, из которых только два — Элли и Эбби — будут разблокированы с самого начала. После этого, выполняя различные задания, вы сможете разблокировать оставшихся восемь, причём разные задания будут связаны как с конкретными персонажами, так и со всей No Return в целом. Персонажи, разумеется, также будут обладать уникальными чертами и стилями игры. Дина, например, сразу же получит доступ к рецептам ловушек и оглушающих бомб, а также разблокируемый навык, который позволит ей создавать в два раза больше бомб, чем обычно. Эбби, в свою очередь, будет больше похожа на Громилу — у неё будет апгрейд для ближнего боя и возможность лечиться после каждого ближнего удара. Релиз, напомним, состоится 19 января. Вместе с игровой площадкой Keys for Gamers и селлером Fogame мы снова разыгрываем три Steam-ключа Baldur's Gate 3. Для участия нужно совершить любую покупку у продавца Fogame, без разницы какой стоимостью, и оставить номер заказа в нашей группе Telegram. Внимание, если вы совершите покупку просто на Keys for Gamers, то не сможете участвовать в конкурсе. Важно её сделать конкретно у Fogame. Победители будут определены случайным образом через неделю. У этого продавца можно приобрести по хорошей цене любые нашумевшие игры или просто пополнить баланс в Steam и других сервисах. Напоминаем, что Keys for Gamers — это место, где можно купить игровые ключи для любых платформ, вне зависимости от того, доступны они официально в РФ или нет. Где можно пополнить свои кошельки в самых разных сервисах, где есть большой выбор товаров и методов оплаты. Промокод GSTV даст вам скидку в 20% на всё. Ссылки в описании. В сети начали появляться обзоры на игру Avatar Frontier's of Pandora от Ubisoft. Оценки появились за день до релиза — 6 декабря. Мы все прекрасно знаем, а кто-то и любит игры Ubisoft, которые известны благодаря элементам вроде вышек, аванпостов и прочего. Удалось ли авторам Avatar Frontier's of Pandora предложить что-то новое? Или же перед нами привычный Far Cry с синими людьми? Оценка оказалась ниже, чем у Far Cry 5, которая имеет в среднем 82 балла. К основным минусам Avatar Frontier's of Pandora относят вторичность и обилие необязательных активностей, вроде захвата аванпостов. При этом Ubisoft смогла хорошо передать дух фильмов и сделать живописный мир. Автор IGN похвалил потрясающий инопланетный мир — подход к навигации, в котором получился освежающим. Однако структура миссий часто повторяется, а окружение лишено каких-либо сюрпризов. Зато нет недостатка в экзотических растениях и животных, которые нужны для сбора ингредиентов и охоты. В Eurogamer мир Avatar посчитали слишком запутанным, причём это касается даже убежища со множеством коридоров и комнат. Боевая система тоже не привнесла никаких новшеств и напоминает предыдущие игры Ubisoft, из-за чего заниматься скрытным прохождением даже не хочется. При этом экшен понравился журналисту. Он заявил, что магия подобных игр заключена в путешествии между миссиями и прохождением побочных активностей. При этом некоторые рецензенты упрекнули игру за использование устаревшей формулы Ubisoft касательно открытого мира. По мнению обозревателя портала Gamerand, опыт игры в Avatar Frontier's of Pandora больше похож на поездку в тематическом парке, которая быстро надоедает. На эту игру интересно смотреть, но в неё утомительно играть. В рецензии портал похвалил игру за картинку и проработку локаций, но поругал за типичный геймплей и механики от Ubisoft по типу «зачисти базу и уничтожь производственный цех, который коптит небо Пандоры» множество раз подряд. В общем и целом, единственное достоинство игры — это картинка. Сюжет клиширован и банален, никаких сюрпризов, да и в целом Ubisoft остались себе верны — мы получили очередной Far Cry. Волнение по поводу следующей GTA достигло апогея. После выхода официального трейлера шестой части в интернет посыпались новые сведения, в том числе о том, что игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series в 2025 году, возможно, 1 апреля. Эта дата предполагается после непонятного шифра от Rockstar, и хотя ПК-геймеры могут быть разочарованы тем, что Rockstar снова говорит им пинать камни в это время, большинство фанатов, посмотревших трейлер, слюной исходят от возможности поиграть в GTA 6 на одной из самых плохо скрываемых тайн в игровой индустрии. Алекс Смит, разработчик с опытом работы в принадлежащей Sony студии Band, а также в Deviation Games и Ember Lab, сообщил, что PlayStation получила маркетинговые права на GTA 6. Это стратегическое маркетинговое партнёрство, что означает, что игра не является эксклюзивом для PlayStation 5. Однако это означает, что маркетинг будет сосредоточен на PS5 версии GTA 6. Высказывания Смита, а также возможный выход обновления в середине цикла в конце 2024 года намекают на потенциальный набор PS5 Pro, который будет включать новую консоль и копию GTA 6. Такая комбинация может стать переломным моментом на рынке, учитывая ожидаемый высокий спрос на PS5 Pro и прогнозируемый успех GTA 6. Несмотря на то, что цены и даты выхода пока не уточняются, а Sony ещё не представила PS5 Pro официально, такая комплектация логично вписывается в предыдущие совместные проекты, такие как комплектация PlayStation 3 с GTA 5, выпущенная в 2013 году, и многое другое. Интриги добавляет тот факт, что Смит первым заявил, что GTA 6 не выйдет одновременно на ПК и консоли, что оказалось верным, хотя этот момент был весьма предсказуемым. Базовая PlayStation 5, несмотря на свою мощь, в последних играх показала, что достигла своего предела. Что говорит о потенциальной необходимости PS5 Pro. PS5 Pro с расширенными возможностями для игр в 4К может стать идеальным вариантом для GTA 6, особенно если она будет ограничена 30 кадрами в секунду. Такая пара будет отвечать требованиям игр с интенсивной графикой и меняющимся ожиданиям геймеров. Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник, однако, преуменьшил влияние обновлений консолей среднего поколения, заявив, что они не являются ключевыми факторами в стратегии продаж игр. Такая точка зрения вносит нюансы в разговор о необходимости и влиянии подобных обновлений. Однако, Зельник также один из немногих, кто твердо верит в то, что PS5 Pro появится. Потенциальное сотрудничество с Sony для комплекта PS5 Pro плюс GTA 6 кажется правдоподобным сценарием. Такая стратегия создания комплекта соответствует тенденции игровой индустрии по созданию дорогостоящих комплектов для повышения продаж консолей. Если предположения окажутся верными, то выход GTA 6 вместе с новой и улучшенной PS5 Pro может ознаменовать важный момент, предлагая превосходный игровой опыт, полностью использующий технологические достижения нового поколения консолей. Подтверждено, что еще одна игра станет частью линейки игр, которые выйдут на сцену The Game Awards. Arc System Works подтвердило, что на мероприятии будет представлен следующий DLC-персонаж для Guilty Gear Strive. Ранее в этом году Arc System Works сообщило, что в рамках третьего сезонного пропуска Guilty Gear Strive пополнится четырьмя персонажами. Первый из них, Джонни, появился в августе, второй должен появиться до конца года, а два оставшихся — в 2024 году. На данный момент для The Game Awards 2023 подтверждено несколько игр, включая Warframe, Crash Team Rumble, следующую игру Shark Mob, Rocket Racing, Prince of Persia The Lost Crown, The First Berserker Kazan, а также Xbox-версия Baldur's Gate 3. Еще, возможно, стоит ждать игр от Sega, Inscryption, Death Stranding 2 и новый проект Arkane. Студия Bethesda выпустила свежий патч для Wilder Scrolls V Skyrim Special Edition. В нем компания, среди прочего, добавила в игру поддержку Steam Deck и ультрашироких мониторов на GR. Также в Bethesda переработали режимы Creative Club и моды в главном меню, соединив их в одном разделе — творение. И это нововведение игрокам не очень понравилось. Дела следующие. В разделе творения находятся платные и бесплатные моды, которые можно покупать за внутриигровую валюту, которая, в свою очередь, доступна за реальные деньги. 750 кредитов Skyrim обойдутся игрокам в 8 долларов, а 3000 кредитов — в 25 долларов. Геймеры раскритиковали очередную попытку Bethesda нажиться на модификациях и предрекли, что она в очередной раз провалится. Второй причиной для недовольства стало то, что выход патча сломал многие модификации. В основном, те, которые используют для работы Skyrim Script Extender. Разработчики уже работают над решением проблемы. Поток персональных трейлеров ремейка Persona 3 Reload не ослабевает. На этот раз Sega и Atlus выкатили ролик, посвящённый Синдзиро Арагаки — это играбельный персонаж, который присоединяется к отряду главного героя на поздних этапах сюжета. В бою Синдзиро использует персону Кастор. В английской версии Persona 3 Reload Синдзиро Арагаки озвучил Justice Slokan, а в японской — Кадзуя Накайи. Напомним, что релиз Persona 3 Reload состоится 2 февраля на ПК, PlayStation и Xbox, включая Game Pass и с официальной русской локализацией. В начале декабря на Nintendo Switch запустилась трилогия Batman Arkham, Asylum, City и Night. Как студия Turn Me Up засунула графонистого рыцаря Аркхэма в маленькую японскую коробочку? С чудовищным скрипом! Эксперты из Digital Foundry подробнее рассказали о трилогии и о том, как она работает на портативной консоли и благодаря чему. Порты первых частей трилогии, судя по всему, основаны на оригинальных версиях, а не на коллекции Return to Arkham для PlayStation 4 и Xbox One. Соответственно, до свежего комплекта не добрались обновлённые модели и другие улучшения. Зато отсутствуют и спорные изменения, которые имеются в тех ремастерах. Arkham City для Switch во многом идентичны ПК-версии, но не во всём. Например, самозатенение в новой версии более качественное. С другой стороны, текстуры охотнее подгружаются на ПК. Asylum и City работают в динамическом разрешении. Потолок в стационарном режиме 1080p, а в портативном 720p. Если учесть, что Asylum увидела свет в 2009 году, её порт огорчает удивительно низкой кадровой частотой. Падение до 20 фпс — обычное дело в этом случае. При этом в портативном режиме экшен играется плавнее. У City тоже не всё гладко с производительностью, но просадки не такие частые и критичные. Говоря про Arkham Night, в Switch-версии фреймрейт редко достигает 30 кадров в секунду. Кроме того, есть проблемы с чередованием кадров — возникают заикания, усугубляющие и без того кошмарную ситуацию. Особенно скверно ощущаются стремительные поездки на бэтмобиле — геймплей иногда замирает на одну-две секунды. Конечно, пострадала и графика. Беспощадно ухудшены едва ли не все элементы — модели персонажей, дальность прорисовки, текстуры, облака, материалы и освещение. Ещё одно любопытное изменение можно заметить в некоторых катсценах — на Switch камера приближена к объектам и персонажам. Видимо, таким образом Turn Me Up попыталась уменьшить количество моделей и эффектов в кадре, чтобы выжать из гибридной консоли ещё капельку драгоценных фпс. В оптимизационном угаре разработчики умудрились сломать мини-игру, где нужно управлять лучами света при помощи стиков. На платформе Nintendo этих лучей нет вообще. Сотрудник Digital Foundry двигал стики наобум, пока не угадал нужную комбинацию. Короче, вся трилогия Batman Arkham — сплошное разочарование. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty Telegram, играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова